Все молчали, глядя на реку. По черной дороге бесшумно двигалась лодка. На носу ее горел, и кудряво дымился светец. Черный человек осторожно шевелил веслами, а другой, с длинным шестом в руках, стоял согнувшись у борта и целился шестом в отражении огня на воде. Отражение чудесно меняло формы, становясь похожим то на золотую рыбу с множеством плавников, то на глубокую до дна реки красную яму, куда человек с шестом хочет прыгнуть, но не решается. Лютов посмотрел в небо, щедро засеянный звездами, вынул часы и сказал, — Еще не поздно. Хотите погулять, Алина Марковна? — Молча? — Хочу. — Совершенно молча. — Могу разрешить армянские анекдоты. Что ж, и на этом спасибо сказал Лютов, помогая невесте встать. Она взяла его под руку. Когда они тошли шагов на тридцать, Лидия тихо сказала, — Мне его жалко. Макаров невнятно проворчал что-то, а Клим спросил, — Почему жалко? Лидия не ответила, но Макаров в полголоса сказал, — Видел? — Кричит. — Это он перекричать себя хочет. Не понимаю. Ну, чего тут не поднимать? Лидия встала. — Проводи меня, Константин. Ушли они. Хрустел песок. В комнате воровки четко и быстро щелкали косточки счет. Красный огонь на лодке горел далеко, у мельничной плотины. Клим, сидя на ступени террасы, смотрел, как в темноте исчезает белая фигура девушки, и убеждал себя. — Ведь не влюблен же я в нее. Чтобы не думать, он пошел к воровке, спросил, не нужно ли помочь ему. Оказалось, нужно. Часа два он сидел за столом, снимая копию из проекта договора в Аравке с городской управой о постройке нового театра. Писал и чутко вслушивался в тишину. Но все вокруг каменно молчало. Ни голосов, ни шороха шагов. На восходе солнца Клим стоял под ветлами у мельничной плотины, слушая, как мужик с деревянной ногою в полголоса вдохновенно рассказывает. Сом кашу любит. Просиная, али, скажем, гречушная каша — это его самая первая любовь. Сама кашей на что хотите подкупить, возможно. Деревяшка мужика углубилась в песок. Он стоял избочась, держался крепко, корявой рукою за обломок сучка ветлы, дергал плечом, вытаскивая деревяшку из песка, переставляя ее на другое место. Она снова уходила в сыпучую почву, и снова мужик изгибался на бок. «Каши ему дали зверю!» — говорил он, еще понижая голос. Меховое лицо его было торжественно, в глазах блестела важность и радость. «Каша у нас как можно горячо сварена и в горшке, а горшок-то надбит, понимаете эту вещь?» Он подмигнул Лютову и обратился к воровке, почти величественному в халате вишневого цвета, в зеленой, шитой золотом тюбетейке, пестрых софьяновых сапогах. «Он, значит, проглотит горшок, а горшок в брюхе у него надбитый-то, развалится, и тут начнет каша кишки ему жечь, понимаете, ваше степенство, эту вещь? Ему боль, он биться, он прыгать, а тут мы его...» Лучи солнца упирались в лицо воровки. Он блаженно жмурился и гладил ладонями медную бороду свою. Лютов в измятом костюме, усеянном рыжими иглами хвои, имел вид человека, только что очнувшегося после сильного кутежа. Лицо у него пожелтело, белки полуумных глаз налиты кровью, он, ухмыляясь, говорил невесте тихо и сипло, конечно, врет. Но ни один дьявол, кроме русского мужика, не может выдумать такую чепуху. Невыспавшиеся девицы стояли рядом, в запуске позевывая и вздрагивая от свежести утра. Розоватый порог поднимался с реки, и сквозь него на светлой воде Клим видел знакомые лица девушек неразличимо похожими. Макаров в белой рубашке с расстегнутым воротом, с обнаженной шеей и встрепанными волосами сидел на песке у ног девиц, напоминая надоевшую репродукцию с портретом мальчика-итальянца, премию к Ниве. Сам Гин впервые заметил, что широкогрудая фигура Макарова так же клинообразна, как фигура бродяги Инокова. В стороне туго натянутый стоял Туробоев, упорно глядя в шишковатый выпуклый затылок Лютова и, медленно передвигая папиросу из угла в угол рта, как бы беззвучно шептал что-то. — Ну что же, скоро? — нетерпеливо спросил Лютов. — Чуть потише говорите, господин, — сказал мужик строгим шепотом. — Он зверь, хитрая, он слышит. И, повернувшись к мельнице, крикнул. — Микола! Эй! — ответили неохотно два голоса, мужской и женский. — Ой! Чего? — Погляди! Сожрал? — глядел. — Ну? Сожрал! Лютов сердито взглянув на мужика, толкнул его в плечо. — Ты что же, мне говорить нельзя, а сам орешь во всю глотку? Мужик удивленно взглянул на него и усмехнулся так, что все лицо его ощетинилось. — Господи! Так ведь он, сом этот, меня знает, а вы ему чужой человек. Всякая тварь имеет свою осторожность к жизни. Эти слова мужик произнес шепотом. Затем, посмотрев на реку из-под ладони, он сказал тоже очень тихо. — Теперь глядите! Теперь начнет его сжечь, а он прыгать! Сейчас! Он сказал это так убедительно, с таким вдохновенным лицом, что все бесшумно подвинулись к берегу, и, казалось, даже розовато-золотая вода приостановила медленное свое течение. Глубоко пронзая песок деревяшкой, мужик заковылял к мельнице. Алина, вздрогнув, испуганно прошептала. — Смотрите, смотрите! Вон, у того берега, темненькое, под кустом! Клим не видел темненького. Он не верил в сама, который любит гречневую кашу. Но он видел, что все вокруг верят, даже Турабоев и, кажется, Лютов. Должно быть, глазам было больно смотреть на сверкающую воду, но все смотрели упорно, как бы стараясь проникнуть до дна реки. Это на минуту смутило Самгина. А вдруг? — Вот он! Плывет! Плывет! — снова зашептала Алина. Но Турабоев сказал громко. — Это тень облака! — ш-ш-ш-ш! — зашипел Варавка. Все посмотрели в небо. Да, там одиноко таяло беленькое облако размером не более овчины. Из густой заросли кустов и камыша около плотины осторожно выдвинулась лодка. Посреди ее стоял хромой мужик, опираясь на богор, и махал на публику рукою. Беззвучно погружая весла в воду, лодку гнал широкоплечий, светловолосый парень в серой рубахе. Он сидел неподвижно, точно окаменев. Шевелились только кисти его рук. Казалось, что весла действуют сами, покрывая воду шелковой рябью. Хромой перестав размахивать рукою, вытянул ее выше головы, неотрывно глядя в воду, и тоже замер. Лодка описала угол от берега к берегу, потом еще угол. Мужик медленно опустил левую руку, также медленно поднял правую с багром в ней. «Бей его!» — рявкнул он, и с размаха вонзил богор в реку. Клим стоял сзади и выше всех. Он хорошо видел, что Хромой ударил в пустое место. А когда мужик, неуклюже покачнувшись, перекинулся за борт, плашмя, грудью, Клим уверенно подумал. «Это сделано нарочно». Но Хромой тотчас же пошатнул эту уверенность. «Не попал!» — взвыл он плачевным волчьим воем, барахтаясь в реке. Его красная рубаха вздулась на спине уродливым пузырем. Судорожно мелькала над водой деревяшка с высветленным железным кольцом на конце ее. Он фыркал, болтал головою. С волос головы и бороды разлетались стеклянные брызги. Он хватался одной рукой за корму лодки, а кулаком другой отчаянно колотил, по борту и вопил, стонал. «Эх, не попал!» — «Миколка, дьявол!» — «Что ж ты его веслом не ошарашил, а?» «Веслом-то, дурак, по башке бы, а?» «А срамил ты меня мордой!»